это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер друзья сегодня друзья у нас важная тема мы поговорим о правде и о дегуманизации поговорим о том как обычные хорошие люди становятся преступниками садистами злодеями эффект люцифера вот как назвал это социальный психолог фил зимбарда в своей одноименной книге которую я вам настоятельно рекомендую ну а поводом к данному серьезному разговору стала дата 16 марта 1968 года ровно 55 лет назад в деревушке сангми во вьетнаме американские солдаты из роты чарли совершили одно из самых зверских военных преступлений за всю историю преступление которое попытались скрыть преступление за которое так никто и не был наказан на самом деле обойния в сангми до сих пор толком ничего не знают не знаю слышали ли вы о нем или нет как не знают многие примеру и а бомбардировки американцами дрездена во время второй мировой войны хотя последний об этой бомбардировки курд вонни год написал замечательный роман бойня номер 5 но впрочем чему тут удивляться ведь американское правительство оберегает подобные секреты которые могут подточить и разрушить образ кавычки открываются самой демократичной и свободной страны и так друзья американская рота чарли 1 батальона 20 пехотного полка армии сша вошла в сангми утром 16 марта 1968 года предварительно деревушку самым жесточайшим образом расстреляли из артиллерии ну а дальше когда рота вошла так сказать привычный американский стиль разбросать гранаты по улицам и жилые дома это при том что в деревушке сангми были исключительно мирные жители большинство из них старики женщины дети не партизан не оружие в сангми американцы не нашли в этом изначально не было однако жестокость которой янки убивали мирных жителей сангми может конкурировать но разве что со зверствами которые устраивали немецкие нацисты или хорватские усташи в концлагере синоват где они убивали сербов сербосеками сначала американцы расстреляли тех без предупреждения расстреляли тех кто трудился на рисовом поле а после согнали жителей канаве расстреляли там но этого им показалось мало женщины подвергались массовым изнасилованием у беременных извлекали еще нерожденных детей убивали все это задокументировано многих потрошили сжигали заживо снимали с них скальп официально число жертв сангми убита зверски 173 ребенка 182 женщины из них 17 беременных 60 мужчин старше 60 лет и 89 младше 60 ну а дальше разверзлась царство лжи свидетелем расправы в сангми стал экипаж вертолета вот его пилот офицер хью томпсон ладжи доложила бойне начальства командование было вынуждено отменить дальнейшие боевые операции фактически это спасло как минимум тысячи мирных вьетнамцев и десятки деревень от уничтожения от того что было сангми казалось бы вот этот хью томпсон ладжи должен был стать национальным героем борцом за правду за справедливость но на родине после того как вот томпсоном обратился к командованию не только не стал героем он фактически стал изгоем маргиналом то есть ему угрожали его избивали ему подкидывали по двери мертвых животных то есть в глазах демократичных американцев хью томпсон младший совершил самое тяжкое преступление он пошел против системы расследование массового убийства в сангми в принципе бы не случилось если бы не жадность рональда хэбберли вот именно этот человек фиксировал на пленку на фотоаппарат то что творилось сангми а после он захотел подзаработать и реализовал снимки для американских и европейских изданий в общем разразился грандиозный скандал потушить его не смогли и американские военные были вынуждены отдуваться и оправдываться и как же поступили далее после того как разгорелся скандал самой демократичной стране мира где над всем царит верховенство закону но наверное вы думаете что солдат из роты чарли осудили правда же ведь как минимум 30 человек хотя на самом деле больше участвовали в массовых убийствах и изнасилований так вы думаете нет американцы просто нашли одного козла отпущения звали его уильям келли вы наверное думаете что его приговорили к суровому наказанию там не знаю казни через повешение или казни на электрическом стуле нет американский президент ричард никсон и личное распорядился чтобы уильям келли отбывал наказание дома на диване а через три с половиной года этого келли и вовсе освободили то есть резюмируем за зверское убийство 504 человек стариков женщин детей ни один американский солдат ни один американский генерал не получил никакого наказания даже внятного расследования никакого не было как и осуждение наоборот солдат из роты чарли постарались выставить там жертвами а никсон назвал массовое убийство в сангме единичным инцидент но это не единичный инцидент подобная история повторялась снова история в разных вариациях с американскими военными туда куда приходили янки они просто истребляли местное население людей заключали в тюрьму убивали пытали по малейшему подозрению или вообще без него ну так например было в тюрьме абу грейп которую американцы организовали на территории оккупированного ирака фотографии из этой тюрьмы сделаны американцами просочились пресс я не могу описывать что было на этих фотографиях да чтоб никого не пугать скажу так это были сцены самых отвратительных убийств преступлений пыток и садистских игр в чем в последних активное участие принимали женщины военнослужащие сша как скажет потом самодовольно улыбаясь американская рядовая линди ингланд это были просто забавы а между тем многих заключенных примеру подвешивали в палестинском распятие обрекали их на смерть к слову вина этих заключенных иракцев вообще никак не было доказано ну и соответственно как наличие там биологического оружия оружие массового поражения у саддама хусей на кто тут станет заботиться о доказательствах когда же общественностью скажем так не купленная не запуганная часть потребовала расследования того чтобы происходило в абу грейп американские военные вновь ничего не предприняли да конечно они там наказали некоторых рядовых то есть не совсем так плохо как после сангми но генералитет остался нетронутым хотя вроде бы да нам же говорят что верховенство закона правда а как тут тронешь когда именно генерал джеффри миллер джеффри миллер советовал подчиненным обращайтесь заключенными как с собаками иначе вы потеряете контроль над допросами в гуантанамо мы так и делаем это работает но тюрьма гуантанамо это еще одна черная метка черное пятно позора и садизма американских военных заметьте ведь именно эти люди много лет учат на свободе слова защите прав человека и прочим вот этим розово-ванильным вещам которые давно уже стали насмешкой над реальным положением дел слова они учат нас точно так же как когда-то нас учили там нацисты гитлера или например британские колонизаторы которые устроили на территории бирмы и и первые в мире концентрационные лагеря концлагеря изобрели англичане и конечно надо задаться вопросом главным ключевым вопросом что породило подобную жестокость вот частности в сангми каждый человек способен на многое но к сожалению не каждый знает на что он способен вот тут я отвечу пародируя наверное тоже что и питала нацистских преступников когда они совершали свои зверства в концлагерях во время второй мировой вот есть такая замечательная книга к сожалению почему-то не взяла ханны аренд называется она банальность зла эта книга рассказывает о судебном процессе в иерусалиме над адольфом эйхмана эйхман отвечал за так называемое окончательное решение еврейского вопроса вот был суд над ним и над его приспешниками которые убивали евреев масса и вот что пишет аренд на мой взгляд это многое объясняет вот что напишет проблема с эйхманом заключалась именно в том что таких как он было много и многие не были не извращенцами не садистами они были и есть ужасно нормальными с точки зрения наших юридических институтов и наших норм юридической морали это нормальность была более страшной чем все зверства вместе взятые пишет арен далее это новый тип преступника являющегося в действительности врагом человечества он совершает свои преступления при таких обстоятельствах что он внимание практически не может знать или чувствовать что поступает неправильно и далее она заключает эйхман подвел итог уроком которые были даны нам ходит долгого курса человеческой злобы простите за эту долгую цитату но она очень к месту так а вот на чем основывается эта злоба который говорит аренд основывается она на мой взгляд на фашистском доминирование одних над другими по праву сильного то есть вы знаете вот западная мораль западная цивилизация своих худших не лучше в худших проявлениях буквально напитывает своих граждан своих адептов идея ложная ложного практически я бы так сказал биологического превосходства позволяющего им распоряжаться жизнями других потому что внимание в других они не видят людей это мы наблюдали с нацистами с британскими колонизаторами с в отношениях допустим американцев к своей рабам и так далее потому что именно так работает дегуманизация расчеловечивание когда жертва обезличиваются и на них наклеиваются соответствующие ярлыки вот я один пример приведу вот в руань была гражданская война и там племя хуто уничтожала племя тут все самым ну чудовищным образом вот когда одного из племени на хуто спросили почему вы так жестоко уничтожали другое племя он ответил а мы не видели в них людей вообще не видит вот понимаете вот так устроена современная система дегуманизации и мы понимаем что подобную злобу невозможно устранить правовыми методами потому что с точки зрения права как бы все правы да извините за эту тавтологию но так получается без понятия морали совести нравственности получается что эта система не эффективна и мы это сейчас наблюдаем но ведь если копнуть глубже то мы увидим что и сама система даже после уроков нацистов там эйхмана или там сангмия абу грейб сама система не желает искоренять зло наоборот она работает на его утверждение но как бы прикрываясь вот этой светоносной маской с этими бесконечными рассказами о правах человека и так далее но в реальности то все иначе то есть система так пытается починить каждого и в таком случае как сопротивляться я отвечу сопротивление системе значит оставаться человеком остаться человеком можно только если ты видишь человека в другом и вот только так сегодня можно противостоять разрастающемуся зло это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя обязательно берегите своих близких и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам мира любви и терпения удачи вам